МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О статистике аварий на дорогах города, мерах профилактики дорожно-транспортных происшествий и планах на 2019 год начальник Саровской государственной инспекции безопасности дорожного движения Александр Косенков подвел итоги прошедшего года. Подробности в следующем репортаже. Аварий на дорогах города в 2018 было примерно столько же, сколько и в 2017. Незначительно увеличилось количество пострадавших в ДТП со 107 человек до 109. Больше стало аварий с участием выпивших водителей, а вот количество дорожных происшествий с пешеходами сократилось. Связано это со сменой дорожных знаков, обозначающей границы пешеходных переходов и профилактической работы, которую ежедневно ведут сотрудники ГИБДД на улицах города. Как показал анализ всех аварий, в Сарове есть три самых аварийных перекрестка. Это проспект Мозруково, строитель Захарова, Садовое, Зернова и Зернова-Разамасская. Значит, все три случая, все три участка уличной дорожной сети были рассмотрены на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения. Организационные меры уже по некоторым перекресткам приняты. На части прилегающих улиц установлены знаки ограничения скорости. На перекрестках выбраны оптимальные режимы работы светофоров. Перекресток улицы Зерновой и Садовый попал в областную программу «Минус 50». Цель этой программы – ликвидация 50 самых аварийных перекрестков по всему региону. Ряд мероприятий уже проведен на этом перекрестке. Вы уже видели, наверное, там установлена дополнительная световая опора над пешеходным переходом на улице Садовой. Значит, поставлены новые мощные источники света. Там практически как днем ночью стало на этом пешеходном переходе. Значит, видели, что установлены уже еще дополнительные опоры для установки дорожных знаков, дополнительных дублирующих пешеходный переход. И они уже установлены над перекрестком. Ряд мероприятий по улучшению дорожной обстановки на этом участке перенесены на май-июнь 2019-го. Как только позволят погодные условия, там запланирована установка лежачих полицейских. Сам в себе напрашивается вывод о реконструкции светофорного объекта, чтобы заменить существующий режим о введении отдельной фазы для пешеходов, для задержки включения зеленого, разрешающего сигнал светофора с одного из направлений. По словам начальника Саровского ГИБДД, деятельность дорожной полиции за прошедший год региональным руководством оценивается удовлетворительно. Активно ведется работа и с привлечением жителей города к улучшению дорожной ситуации. Как сообщил Александр Косенков, он к диалогу с водителями готов каждый день. Главная задача агитации пропаганды в библиотеке имени Маяковского прошла творческая встреча журналиста, ведущего авторской программы «Агитпроп» на телеканале «Россия-24» Константина Семина с жителями города. Желающих вступить в дискуссию с корреспондентом оказалось много. Саровчан интересовала не только политическая ситуация в стране и в мире, но и творческая деятельность журналиста. Я могу своими словами спровоцировать других людей на изучение тех же самых вещей и на то, чтобы они произносили собственные слова. От ведущего программы «Агитпроп» саровчане ожидали той же прямолинейности и открытости, с какой он говорит с экрана телевизора. Поэтому и вопросы подготовили, что называется, на злобу дня. О коррупции, о пенсионной реформе, о социализме и капитализме, о ситуации на международной политической арене. Вопросы касались всех сфер жизни людей, но в большей степени ситуации в стране. Сегодня у нас хозяин положения не конкретный уткин, условно говоря, или Васечкин. Сегодня хозяин положения – это тот класс, который получил власть и собственность в начале 90-х годов. У столичного гостя, как у вражеского агента, буквально выпытывали факты, фамилии, подробности громких дел. Провинциальным жителям казалось, что журналист федерального канала должен знать всю подноготную политической кухню. Дело не в фамилиях, а представление о том, что не фамилия определяет ситуацию, а фамилии. Каждая конкретная, даже ненавидимая людьми фамилия – всего лишь обслуга класса, находящегося у власти. Журналист подробно отвечал на вопросы и разъяснял Стравчанам свою позицию по той или иной теме. Кроме гражданской позиции, зрителей интересовала и творческая деятельность Константина Семина, не связанная с работой на телевидении. В 2017 году он организовал альтернативную музыкальную группу «Джани Радари». «Джани Радари» совсем не для того, чтобы захватывать какие-то хит-парады или ехать на Евровидение. Это всего лишь часть того же самого пропагандистского усилия. На встречу пришли люди разного возраста – от школьников до пенсионеров. Зал библиотеки не смог вместить всех желающих, задать интересующие вопросы и получить на них правдивые ответы. Некоторым пришлось разместиться в библиотечном коридоре. Свои вопросы коллеги по цеху задал и журналист нашего канала Константин Перевозчиков. Актуальное интервью с Константином Семиным смотрите в эфире во вторник, 12 февраля в 20.10. В среду, 6 февраля, Саровский отдел управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии проведет горячую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 11 до 13 часов по телефону 3-35-96. Вопросы можно будет задать на тему особенностей государственной регистрации права общей долевой собственности на недвижимость. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Комитет по управлению муниципальным имуществом. В этом году единый госэкзамен в Сарове будут сдавать 528 человек. Как сообщили в Департаменте образования, самыми популярными предметами по выбору стали физика и общество знания. Их будут сдавать 231 из 167 выпускников соответственно. Информатику ИКТ напишут 90 ребят. Наименее популярными по-прежнему остается литература, ее выбрали 27 выпускников и география. Экзамен по этому предмету будут сдавать 19 ребят. Детей-сирот, а также ребят из многодетных и малообеспеченных семей приглашают на бесплатные курсы английского языка. Занятия начнутся с 1 марта в студии иностранных языков Language Bridge. Более подробную информацию можно получить по телефону 988-22 и 8930-687-97-99. Конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности» В этом году девизом стал лозунг МЧС России «Предупреждение, спасение, помощь». Традиционно конкурс проходит в несколько этапов. С 4 февраля первый этап он проходит в образовательных учреждениях. Это детские сады города Сарова, школы и учреждения дополнительного образования. Номинации конкурса позволяют проявить свои творческие способности и знания всем желающим. Рисунки, аппликации, подделки в различных техниках декоративно-прикладного творчества, а также разработка буклетов, листовок и видеороликов о профилактике пожаров не только дома, но и в общественных местах. В этом году организаторы предлагают подросткам обратить внимание на новую номинацию «Истории персоналии». В этой номинации мы бы хотели увидеть работы о людях, о саровчанах, которые либо действующие сотрудники, либо ветераны наших пожарных отделений города Сарова. И нам бы хотелось, чтобы ребята познакомились с их историей, с их судьбами и рассказали своим сверстникам. Представленные на конкурс рисунки и подделки должны отражать тему предупреждений пожаров и шалости детей с огнем, деятельность профессиональных пожарных, спасателей и работников ВДПО. Жюри будет оценивать авторские работы по уровню сложности, оригинальности, выразительности и новизны подхода к раскрытию темы. Научный квест для школьников в преддверии Дня российской науки в Центральной городской детской библиотеке имени Пушкина начала работу лаборатория «Колба». В рамках проекта сотрудники библиотеки знакомят юных саровчан с захватывающим миром химии и физики, с увлекательной астрономией и интересной экономикой. Первыми гостями квест-лаборатории стали пятиклассники 13-й школы. Почему картошка и хлеб становятся синими, если на них капнуть йодом? И почему сода начинает пениться, если в нее добавить лимонный сок? Ответы на эти и другие вопросы вместе с сотрудниками библиотеки имени Пушкина искали пятиклассники школы номер 13 на тематическом квесте «Колба», который посвятили Дню науки. Для нашего города это особый праздник, тем более, что в этом году он совпал со 185-летием Дмитрия Ивановича Менделеева. И вся наша библиотека заразилась этой наукой химией, и во всем ее многообразии мы пытаемся показать. Это и для ребят младшего возраста им будет чему удивляться, и для самых старших, и даже взрослых. Всего ребятам предлагалось пройти четыре научные станции – физика, химия, астрономия, экономика. На всех площадках школьникам рассказали, чем интересны эти науки и почему они так важны в современной жизни. На уроке физики детям предлагалось провести научный эксперимент с двумя мандаринами и узнать, почему неочищенный фрукт никогда не утонет. А на экономике детям рассказали, откуда произошел сам термин экономика и что нужно сделать, чтобы стать настоящим экономистом. Станция «Химия» стала практической. Здесь ребята смогли провести опыты на различных химических веществах. Мне больше всего понравилась астрономия, где мы делали опыты. Больше всего мне понравилась станция «Астрономия», где нам рассказывали происхождение этой науки, и мы закрепляли знания о планете Солнечной системы. После познавательных уроков всем ребятам предлагалось ответить на вопросы, где они продемонстрировали свои знания. Принять участие в научном квесте могут все желающие до 8 февраля. А уже 9 февраля библиотека имени Пушкина приглашает любителей поэзии на тематический вечер, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Начало в 16.00. Самый массовый зимний турнир страны. 9 февраля состоится «Лыжня России-2019». На старт соревнований выйдут все, кто более или менее уверенно держится на лыжах, и те, у кого есть желание доказать миру, что он непризнанный чемпион лыжных гонок. «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. В нашем городе «Лыжня России» проходит уже около 10 лет. Традиционно в ней принимают участие воспитанники детских садов, школьники, студенты, военнослужащие, работники муниципальных и коммерческих предприятий, сотрудники внеев и все любители зимних видов спорта. Для каждой возрастной группы своя дистанция от 500 до 2 тысяч 19 метров. «Участников ожидают номера традиционной шапочки, обеспечиваем сертификатами участника всероссийской массовой лыжной гонки и, конечно, сладкие призы». «Лыжня России» в Сарове пользуется большой популярностью у горожан. По статистике, ежегодно она собирает от 3 до 5 тысяч участников. В этом году впервые организаторы решили провести брендовый забег на 2 километра с участием представителей предприятий города. «В команде 10 человек, но здесь уже фантазия самого руководителя предприятия, самих участников, то есть единый форум или там что-то, они должны придумать бренд своего предприятия, своего учреждения и, соответственно, они должны в этом бежать». «Лыжня России-2019» пройдет в эту субботу, 9 февраля. Массовые забеги начнутся в 12 часов, торжественное открытие назначено на 14 часов. Обращаем внимание, что в этот день с 9 до 15.30 будет перекрыто движение автомобилей, кроме общественного транспорта, на улице Академика Харитона в районе лыжной базы. Не смогли противостоять сильному сопернику. Саровчане завершили проигрышем домашнюю серию игр, уступив в команде из Казахстана. Хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги Кубка «Шелкового пути» провел матч с торпедой из Усть-Каменогорска. После 48 проведенных встреч подопечный Игоря Аверкина по-прежнему находится на 25-й строчке турнирной таблицы, окончательно потеряв шансы на выход в плей-офф. Уже в первые минуты матча хоккейный клуб «Торпеда» захватил инициативу и отправил шайбу в ворота саровчан. Весь второй период хозяева льда пытались отыграться, но соперник жестко держал оборону, не уступая при этом и в нападении. Торпедовцы смогли отправить в наши ворота еще одну шайбу, на перерыв команды ушли со счетом 0-2. Игра никуда очень плохая, плохо наша играет, просто очень плохо. Передачи? Нет передачи. Защита, проваливается вратарь, две шайбы провалил. В начале третьего периода саровские спортсмены атаковали ворота гостей и забили первую шайбу, получив в ответ еще одну. В надежде спасти матч в конце третьего игрового отрезка, наши хоккеисты бросают силы на атаку и снимают вратаря. В результате усть-каменогорская «Торпеда» загоняет шайбу в пустые ворота. Итог матча 1-4. Сегодня у обеих команд четвертая игра через день. Это наложилось, конечно. Но половина команды играла неплохо, а часть команды выпала. Выездная серия для торпедовцев оказалась не совсем удачной. Три поражения и только одна победа. Но это не сильно отразилось на турнирной таблице высшей хоккейной лиги. Выиграв у наших спортсменов, хоккеисты закрепились на 15-й строчке, тем самым став ближе к выходу в плей-офф. Хотелось бы поздравить болельщиков с победой. Радует, что достучались до ребят. Сегодня увидели команду, которая должна играть в свой хоккей. Парней тоже с победой. Выполнили установку на 100%. Едем домой. Спасибо. Следующую встречу хоккейный клуб «Саров» проведет на выезде 8 февраля. Наши спортсмены скрестят клюшкой с альметьевским нефтяником. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.